Поселок Урожайный, Придгорный район. Теперь здесь, в каждом из этих домов, есть вода без перебоев. Более полутора тысяч жителей могут купаться, мыть посуду, стирать вещи так, как это делают в больших городах. Горячая, холодная в любое время дня и ночи. И посмотрите, какой напор, говорят местные жители, такого здесь не видели без малого 80 лет с момента образования села. И впервые жители не гадают, будет ли в их кране вода или нет. Вода была родниковая, нехорошая, конечно. Теперь у нас и чайники как бы не портятся, кипит вода, чистая, хорошая. А то известковый налет был бешеный. Вот такие цистерны теперь прошлое. Сюда набирали воду в те редкие моменты, когда она шла из родников. Теперь характерный глухой звук говорит о том, что здесь пусто и, скорее всего, по словам хозяев, навсегда. Много, но тем не менее, вот такие сложные моменты, как здесь, Придгорный район, Нераловодский городской округ, у нас еще есть Грачевский район, потому что Сергиевка не обеспечена водой. Большой куст водовод восточный, это в Новоалександровском районе. Это те истории, где уже на сегодняшний день и качества воды не хватает, и объемов воды не хватает. И вот сегодня урожайный, это, наверное, тот пример первый, когда мы совместно с водоканалом нашим решаем проблемы, которые нам дают время, подбрасывают время и уже ставят перед нами люди. Я думаю, что мы в течение, получается, трех лет закончим то, что я назвал, без Сергиевки. А по Сергиевке у нас техническое решение сегодня зреет. Думаю, что мы в ближайшие также три года будем выходить туда на работу. Это уже село Юца, тот самый многострадальный мост. Наводнение 17-го года подкосило и без того неустойчивую конструкцию. И с тех пор местным жителям приходилось делать крюк в 7 километров, чтобы попасть с одной части села в другую. Силу очень сильно нужно. Ну, то есть, без него никак здесь. Поэтому, как бы, если сейчас доделают, все до ума доведут, и будет вообще классно. Удобно широкий сделали проход пешеходный. Нам это очень удобно. Этот мост здесь ждали ничуть не меньше, чем вся страна ждала мост Крымский. Протяженность, конечно, его чуть поменьше, крымского аналога. Да и под мостом не ходят корабли. Фарватер все-таки не позволяет. Но найдете ли вы на Крымском мосту такой вид на Ставропольские горы? Вот тут должен быть идти каналчик, да? Какой-то, который будет пропускать воду, да? Не так, чтобы мы через 4 года приехали, а тут вот такой овраг был. Правильно я понимаю? Согласен, конечно. Ну, так, наверное, мы его сделаем, да? Естественно. И смотря на то, что мост уже работает нормально, функционирует, по нему ездят машины, здесь еще много чего нужно сделать на прилегающей территории. Ну, как минимум, нужно убрать строительный мусор, а также сделать нормальные съезды во дворы. Их нужно заасфальтировать. На это уйдет как минимум пару месяцев. Вадим Аскаленко, Антон Красов, Ставропольское телевидение из Придгорного района. Продолжение следует...